всем привет добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу вам показать пустые баночки бытовой химии обычно когда баночек как сейчас немного я все это совмещаю с декоративной с уходовой косметикой но то видео вышло почти на 40 минут поэтому я решила пустые баночки бытовой химии показать отдельно так как смотрят это далеко не все в общем кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра первое что покажу это продукты серии дом faberlic обычно я его всегда на протяжении нескольких лет хвалила но в данном случае я буду ругать это мыло для кухни устраняющие запахи с ароматом земляники объем как всегда 300 миллилитров конечно баночка как всегда с красивой этикеткой все замечательно аромат вообще далеко не всегда аромат земляники faberlic удается в данном случае вот из баночки но процентов 95 там 99 им аромат удался действительно похоже на лесную такую землянику все в этом плане классно когда она смешивается с водой аромат теряется но опять же это не проблема проблема заключается в том что конкретное мыло не устраняло запахи по сути дела вот вот это мыло еще которое было с цитрусовым нет не с цитрусовым а вот эти экзотические фрукты что-то такое то есть эти вот две новинки хотя сейчас это уже не новинка ну так вот там мне не понравилось я почувствовала что уже не так мыло работает и это вообще не работает она не устраняет запахи вот я стирала собачью подстилку вообще не устранила запахи я мыла посуду дай бог с третьего раза устраняет запах лука и прочего причем здесь нигде не написано что это какая-нибудь новая формула или еще что-то здесь просто другой аромат новый потому что предыдущие там вот кофе яблоко там цветочные были ароматы даже цитрусовый там все было в порядке я не могла пожаловаться все запахи устранялись с первого раза но вот этим вот земляничка и экзотические фрукты это какая-то ерунда полнейшая ну если еще экзотические фрукты хоть как-то работали то вот это мыло не работает вообще повторять именно этот аромат я не буду точно хотя я понимаю что скорее всего делать не в аромате так как данное мыло оно не маскирует запахи она именно устраняет аромат он ощущается во время использования когда вы смываете посуда слава богу не пахнет не земляника и ничем другим вот такие дела имейте ввиду ну я надеюсь что это просто попалась какая-то партия такое часто бывает у faberlic мне очень не хочется как бы узнать чтобы это мыло в принципе испортилось ну тогда я думаю вместе в сочетании с кэшбэком и прочими вещами faberlic когда-нибудь растеряет своих клиентов потому что и вот это это классика как говорится следующее что у меня закончилось это из магазина fix price ароматизатора лимона дорами премиум типа 60 дней свежести я уже много раз показывала в покупках пустых баночках я обычно к подобным освежителем воздуха отношусь плохо но именно дорами вот лимонный аромат и аромат грейпфрута это действительно натуральные ароматы которые не стыдно не то что дам в туалете да даже в комнате в принципе распылять поэтому беру уже давно единственное что сейчас я скорее всего сделаю перерыв потому что вообще я вот эти средства вставляла до специальное устройство но когда я там сейчас под израсходую свои другие спреи которые уже надо бы израсходовать возможно я буду повторять снова покупку вот с этим ароматом или с грейпфрутом но использовать буду без вот этого прибора буду в туалете оставить и распылять потому что мне кажется там не нужно чтобы там каждый хотя бы 30 минут средства распылялась на на тыж распылять по факту а для квартиры я подумала тоже нет смысла в комнатах нет никакого неприятного запаха чтобы что-то распылять если мне все-таки захочется аромата я могу что-то другое распылить а например not если я поехала к примеру в студии меня минимум три часа допустим не будет дома минимум три часа значит это средство будет каждые 30 минут распыляться вообще непонятно зачем и редко бывает такое что вот эти полчаса совпадают там с моим приходом что я открыла двери ой там пахнет лимоном и в итоге она просто впустую работает а кнопочка выключения находится внутри то есть нужно прибора открыть и выключить но я во первых поленюсь это сделать а если сделаю то просто забуду включить поэтому приборчики конечно выкидывать не буду скорее на авито продам за какую-нибудь символическую сумму вот а эти буду уже просто использовать и конечно я могу порекомендовать потому что вот именно два аромата лимон и грейпфрут они очень достойные мне кажется что вот эти вот все устройства они хороши где-то в местах скопления народа где еще конечно и за счет этого народа есть неплохой доход тогда действительно в туалете это можно ставить это будет постоянный аромат причем ставить это где-то в интервале минут пять но вот мне так кажется вот следующее что хочу показать на такой не веселая скажем так бытовая химия типа это раптор ликвидация тараканов и муравьев но к сожалению на москву на петербург да и не только на эти города на многие в общем да напали тараканы появились к сожалению лет 15-20 даже в москве тараканов не было ну вернее как понятное дело в каких-то возможно нехороших квартирах они были возможно там где люди не занимались этими не то чтобы даже нехорошие квартиры но не вызывали там ничего не делали вот но в большинстве случаев 15-20 лет тараканов в москве не было потом вдруг они появились ну в общем вот так это целая напасть приходится бороться в общем я попробовала такое средство здесь дается четыре четыре ловушки и гель то есть ловушки клеите как обычно и дополнительно наносите гель он кстати нежно нежно пахнет цитрусовым ароматом это кстати хорошо потому что животные цитрусы не любят и явно не будут этим интересоваться ну как мне кажется в моем случае это так написано что результат в считанные часы типа первый результат через шесть часов вы знаете действительно первый результат он действительно был и впоследствии проблема конечно не исчезла но стало меньше поэтому но я только-только недавно начала этим пользоваться а вот поэтому хотя на тот момент когда видео выйдет уже пройдет более длительное время что хочу сказать вообще вот на кухню вот этой упаковке полноценно лучше в идеале чтобы это все использовать на кухню то есть полностью весь гель и все четыре ловушки вот на ванную комнату и туалет они у меня как бы раздельные но небольшие там нужно я считаю еще одну упаковку купить и разделить пополам вот а уже конечно на все комнаты на коридор туда тут можно одну купить и разделить там по ловушке и там по чуть-чуть геля вот но именно одной упаковки на всю квартиру не хватит точно поэтому имейте это в виду а стоит 200 чем-то рублей но как бы если бороться своими силами то в принципе ну более менее адекватная цена но бороться нужно не только в квартире а хотя бы рядом но на лестничной клетке даже вот у нас есть общая решетка все равно как-то знаете не очень охота покупать что-то дорогое поэтому я еще купила вот такое средство тайга от тараканов ну здесь шесть ловушек стоит гораздо дешевле ну вот я это знаете как пару ловушек и на лестничной клетке поставил и плюс дополнительно еще там например в квартире где там балкон прочее где в общем то нет проблемы но на всякий случай потому что мы понимаем да что тараканыш откуда-то ползут поэтому ну в общем как-то так следующее что хочу показать это недавно я купила вот такие а салфетки бон хоум супер прочные но опять же вот на момент съемки видео это вот я ими первый раз попользовалась а когда видео выйдет то пройдет уже я так думаю неделю полторы пройдет поэтому даже если интересно можете потом спросить я отвечу как перчатки это размер с 55 рублей стоит мне они понравились на мою руку они просто отлично я один раз только помыла вчера вечером а в них посуду сейчас я покажу вот так они выглядят очень удобно они действительно такие прочные несмотря на и на кольцо которое просто убийца как говорится и длинные острые когти ничего не порвалось все очень удобно и главное не так вот форму держит что и пену с рук смывать удобно короче хорошая штука я в качестве хозяйственных наверное тоже покупку повторю вот и видите даже когда я их снимаю вот они хорошо держит форму очень очень достойные потому что до этого я покупала более дешевые марки каждый день в ашане так они 5 минут не прослужили вот так что имейте ввиду очень достойные хорошие стоит обратить свое внимание прошу прощения что-то у меня упало вот а собственно говоря выбрасываю упаковку из магазина фикс прайс коврик для теста с мерными делениями марки китчен ну просто решила рассказать свой отзыв хороший коврик он мне очень нравится я всегда на нем раскатываю тесто он хорошо моется он небольшой мне хватает сейчас скажу если здесь указан его размер но я думаю все знают этот коврик то ходит фикс прайс дачу то размера я не вижу но он хороший он небольшой и и очень легко моется быстро сохнет я даже вот иногда на нем режу но если конечно не прилагать силу он явно не повредится у меня он жив и здоров уже больше года я его хранила в упаковке и сейчас выбрасываю потому что вот она вся расклеилась буду просто хранить коврик могу рекомендовать кто думает купить или нет очень даже достойный у меня знаете был коврик а может быть он где-то и есть от топпервар или топпервея как это называется в общем дорогие там продукты там конечно коврик такой он более прочный там много всяких этих рисунков делений и остальное но честно его приходится мыть исключительно в ванной комнате в раковине на кухне его не помыть и меня он жутко раздражал вот следующее что хочу показать это вообще такая штука но это уже не бытовая химия но я сюда вот постаралась такие вещи объединить это мультипласт перцовый пластырь когда-то покупала в фикс прайс 10 на 18 ну в принципе неплохой пластырь его носит не более двух суток и вот когда я его наклеила то у меня очень болела спина мне прям сложно было наклоняться всю ночь пластырь очень сильно как бы сжег но это не доставляло дискомфорта было даже приятно и на утро я встала уже нормальным человеком правда вторые сутки когда я носила и была нагрузка конечно спина немножко болит но уже не так сильно поэтому буду повторять он перфорированный в принципе когда его он снимается я не скажу прям очень легко но без каких-то супер болезненных ощущений только по краям остается такой след который в общем мочалкой гелем обычно да мылом устраняется и кожа в общем то дышит ну хороший пластырь у меня есть еще один и на клею а потом если до конца еще проблема не уйдет то у меня какой-то еще другой марки есть в любом случае их уже пора использовать поэтому вот хороший пластырь раньше многие только ими и спасались так и еще покажу два продукта это уже скорее больше к еде относятся но я пустые баночки именно с едой я как-то раз сняла но потом я не коплю их поэтому вот короче хочу рассказать о приправе тем более обещала давно это два пакетика приправы каждый день для картофеля вы знаете мне нравится здесь в принципе нормальный состав я по крайней мере не химик поэтому могу что-то не понимать но в принципе ничего тут плохого нет вот стоит как-то очень-очень дешево мне кажется меньше десяти рублей ну вот плюс-минус и я всегда когда что-то с картофелем готовлю я добавляю данную приправу и мне нравится я могу рекомендовать у меня еще есть какая-то приправа каждый день для мяса там вроде все нормальный состав а зажарка той же марки уже имеет не очень хороший состав так что присматривайтесь как бы когда покупаете смотрите на состав и так далее вот ну в общем то это все что я хотела показать в данном видео если я была вам чем-то полезно и интересно то не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал вам не сложно а мне приятно а также подписывайтесь на мой инстаграм там как правило всякие новости и фотки выходят быстрее чем видео на youtube я кстати всегда буду рада и на вас взаимно подписаться если что точнее я всегда подписываюсь взаимно огромное вам спасибо за просмотр и до встречи в новых видео всем пока